Спустя 9 месяцев братик прилетел из Таиланда, закончились деньги. Приехал сразу домой просить долг. Братик, слава алейкум, как ты? Сури, Сулёна. После Таласова это твоя очередь. Словесный конфликт между Альфредом и Паханом на полигоне под названием социальной сети вполне может закончиться боем в клетке. Шамиль Галимов написал, что его оппонент по перепалкам все-таки добился своего и он готов принять чуждые ему правила, чтобы наконец закрыть с ним вопрос. «Альфреда я молчу, ничего не говорю, но ты не сдаешься. Я готов с тобой по ММА подраться. Я в жизни по ММА не выступал, но тебе я покажу, что ты ноли в воздух», написал Галимов. Тем временем Альфреда продемонстрировал, что активно готовится в зале, нарабатывая не только партерную и ударную технику. И если сложится все удачно, то вполне возможно мы увидим их бой по правилам смешанных единоборств, и для Пахана он станет дебютным. Но и много факторов также могут воспрепятствовать этому. К примеру, аппетит Альфреда, который недавно заявил, что его гонорары начинаются от 8-10 миллионов, и это следствие не его бойцовских навыков, а медийной раскрученности. Ну поживем увидим. А ждете ли вы этот бой по правилам ММА? Вслед за тем, как Мухаммад Хайбати подписал контракт на долгожданный поединок против шоу Хал Чурчаева, его брат Али, окреленный своим чистым бойцовским рекордом 3-0, пообещал реваншировать своего обидчика в лице Анатолия Сульянова по грэплингу. Почти уже месяц. Как вы думаете, удастся ли ему это сделать? Напомню, первая их схватка закончилась безоговорочной победы Анатолия. А на данный момент Перстарший готовится к бою против Артема Тарасова, который разогревался еще на хардкоре, но впоследствии перекочевал на наше дело. Поединок по правилам бокса в ММА «Перчатках» состоится 26 апреля. А кому вы отдаете предпочтение в этом противостоянии? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Субтитры создавал DimaTorzok